Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Летом 2007 года Днепропетровск, город на юге Украины, потрясла череда страшных убийств. Трое молодых изуверов, отпрыски богатых чиновников – Виктор Саенко, Игорь Супрунюк и Александр Ганжа – вооружившись арматурой, кувалдами и молотками забивали людей до смерти, снимая все это на камеру. Когда их наконец-то поймали и судили, многие присутствующие в зале хватались за сердце от услышанных жутких подробностей и видеодоказательств их зверств. Днепропетровские изверги учились в одном классе и дружили с самого детства. Отец Виктора, Игорь Саенко, работал в прокуратуре. Мать Супрунюка – высокопоставленный чиновник. А отец Владимир Супрунюк – бывший пилот Леонида Кучмы. Если кто не знает, Леонид Кучма – это некогда премьер-министр, а впоследствии и второй президент Украины. Что, конечно, взрослому поколению известно. Но все-таки встает вопрос. Как много людей знают историю своей страны? А я вам отвечу. Увы, но меньшинство. Именно поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. Чтобы не стать жертвой манипуляций, информирую вас о канале Лекторий Достоевский. Это один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого? Во что они верили? Каких успехов достигала Россия? И какие ошибки были допущены? Об этом и многом другом вы узнаете на канале Лекторий Достоевский. Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Ознакомиться можно по ссылке в описании. Беспределить ребята начали еще в пятом классе, бросая кирпичи в поезда и обижая слабых одноклассников. Но благодаря родительским связям им всегда удавалось уходить от ответственности. Первые серьезные преступления Саенко и Супрунюк совершали в 2003 и 2004 годах, когда им было по 15 лет. Это были кражи, грабежи, пытки и убийства кошек и собак, а также вооруженные нападения с использованием холодного оружия. По версии следствия, Александр Ганжа участвовал лишь в двух разбойных нападениях, что не избавило его от тюрьмы. Сначала преступники избивали потерпевших арматурой и металлическими трубами. Но впоследствии Супрунюк решил, что это неэффективно, поскольку жертвы иногда оказывали сопротивление. Тогда они стали использовать молотки и кувалды, в результате чего многие из пострадавших на всю жизнь остались инвалидами. За пару лет до убийств изверги с группой ровесников жестоко расправились с двумя подростками, изуродовав им лица на всю жизнь. Мучая бездомных животных, Саенко и Супрунюк снимали пытки и убийства на видео, фотографируясь на фоне мертвых кошек и собак. Для тех, кому нужны пруфы, эти ужасные фото есть в интернете. Но предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Мучить несчастных зверушек вскоре садистам наскучило, и они перешли на людей. Впоследствии от их рук пострадали 50 человек, 21 из которых умер. По воспоминаниям друзей, Саенко и Супрунюк часто говорили о своих намерениях убить 40 человек, чтобы стать киллерами. Игорь Супрунюк был нацистом. Он имел татуировку свастики на запястье и кичился тем, что родился в один день с Гитлером. Впоследствии Супрунюк сделал фотографию на фоне могилы одной из убитых им жертв и с помощью крови убитого нарисовал себе усы. По оценкам следователей, Саенко и Супрунюк перешли от живодерства к убийствам людей из-за чувства безнаказанности. У подонков был даже свой штаб на заброшенном складе. В нем хранились газетные вырезки и компьютер, а на стенах были развешены флаги нацистов. В том компьютере хранились видео и фотографии, совершенных ими ужасов, и полный список жертв, которых Супрунюк называл своими рабами и считал, что в загробной жизни они будут ему служить. Впоследствии файлы с компьютера стали главными уликами против садистов. Весной 2007 года милиция проводила проверку в заброшенном здании, где, по их информации, находился наркопритон, и обнаружила одно из убежищ Днепропетровских извергов. Там оперативники нашли коробки с отрезанными лапами и хвостами животных, а на стене был распят французский пудель. От пыток животных на определенном этапе преступники переключились на убийства людей. Саенко и Супрунюк предпочитали нападать на тех, кто послабее – женщин, детей, пенсионеров, инвалидов и пьяниц. Все убийства садистов проходили по одинаковому сценарию. Нападение совершалось неожиданно, безо всяких причин, во время которого жертвы разбивали голову молотком или другим тяжелым и острым предметом, чаще арматурой. В некоторых случаях использовались нож и отвертка. В большинстве случаев удары наносились по лицам жертв, разбивая их до неузнаваемости. Многие из них были изувечены и подвергнуты пыткам, а некоторым подонки выкололи глаза, когда те были еще живы. Процесс убийства и конвульсии умирающих людей преступники снимали на видеокамеру мобильного телефона. Одной из убитых была беременная женщина, чей плод отморозки вырезали из ее чрева. Об изнасиловании жертв не сообщалось. В июле 2007 года милиция находила по два трупа в день. Первое убийство человека было совершено 25 июня 2007 года. Тогда жертвами отморозков стали Екатерина Ильченко и 34-летний Роман Татаревич. 1 июля 2007 года были убиты 15-летний Евгений Грищенко и некий Николай Серчук. Следующие два убийства произошли в ночь на 7 июля того же года. Сначала была убита 28-летняя вахтерша Елена Шрам, а спустя два часа демобилизованной из армии Егорнич Волода. Его забили до смерти у двери своей квартиры. В тот же день убийцы напали на двух 13-летних подростков в поселке Подгородное. Один из них, Вадим Ляхов, сумел сбежать, а его друга Александра, Саенко и Супрунюк забили до смерти. Ляхов впоследствии станет главным свидетелем. Очередной жертвой подонков стал инвалид, 48-летний Сергей Яценко, который ехал на велосипеде. На видео, снятом Саенко, видно, как Супрунюк обернул молоток в пакет и сбил им Яценко с велосипеда. А затем продолжил наносить удары молотком и ножом. Само видео здесь показать мы не можем. До нападения Яценко пережил две клинические смерти и удар молнии. Во время издевательств он был в сознании. Саенко поддерживал своего товарища и смеялся, а затем воткнул отвертку в глаз инвалида, чтобы повредить мозг. Видео «Убийство Сергея Яценко» было выложено в интернет и из компьютерного клуба. Позже оно стало очень известным в интернете. В США это видео более известно под названием «Трое ребят и один молоток». Изувеченное тело Яценко было найдено лишь спустя четыре дня. Несколькими днями позднее, 14 июля, 45-летняя Наталья Мамарчук ехала на своем мопеде в соседнюю деревню Диевка. При пересечении лесной местности на дорогу выбежали Саенко с Супрунюком и скинули ее с мопеда. Затем они забили женщину насмерть трубой и уехали на ее же мопеде. Свидетелями убийства Мамарчук стали двое детей, гулявших неподалеку. Всего за месяц с июня по июль 2007 года Виктор Саенко и Игорь Супрунюк убили 21 человека. Впоследствии они объяснили убийство людей желанием закалить волю и стать киллерами, и чтобы было что вспомнить в старости. С ростом числа жертв по Днепропетровску поползли слухи о волне убийств. Однако милиция долго не признавала их результатом деятельности серийных убийц, поскольку жертвы были слишком различны. Связь между убийствами не была установлена вплоть до нападения 7 июля на двоих юношей в поселке Подгородном. Тогда и появился свидетель, чудом спасшийся один из ребят Вадим Ляхов, который, несмотря на нанесенный убийцами удар по голове, сумел сбежать. Ляхов, выжившая жертва, изначально находился под арестом по подозрению в убийстве своего друга. Есть версия, что ему было отказано в доступе к адвокату, а милиция избила Ляхова во время допроса. Однако быстро стало ясно, что он не несет ответственности за смерть своего друга, учитывая, что череда убийств продолжалась. Ляхов активно сотрудничал со следствием в создании фотороботов-нападавших. Двое местных детей, которые также были свидетелями нападения на Наталью Мамарчук 14 июля, тоже предоставили подробное описание, подтверждающее описание данное Ляховым. Из Киева в срочном порядке выехала оперативная группа, возглавляемая старшим следователем Василием Паскалом. В розыске было задействовано большинство правоохранительных органов, и более двух тысяч сотрудников работало над делом. Следствие изначально держалось в тайне. Никакой официальной информации о преступниках или предупреждений не было обнародовано. Однако слухи о нападениях держали большинство местного населения по домам. С течением времени следствие решило выпустить ограниченным числом фотороботы-преступников из списки украденного по местным ломбардам. И вскоре украденные вещи были найдены в одном из ломбардов Новокадагского района. Незадолго до ареста Супрунюк и Саенко средь бела дня на глазах многочисленных свидетелей сбили молотком девушку с ее мотороллера и угнали его. Нашелся свидетель, который видел попытку маньяков утопить в озере краденые мотороллеры, и позвонил в милицию. Он дал первое описание убийц. Однако непосредственно на преступников вышли при их попытке продать мобильный телефон одной из жертв, за которые они хотели получить 150 гривен. 23 июля при активации телефона в ломбарде сигнал был перехвачен милицией. Саенко и Супрунюк покинули ломбард. Милиционеры изъяли телефон, который они сдали. На нем были стерты все контакты. Но остались видео с убийства Сергея Яценко и фотографии растерзанных трупов кошек и собак. Саенко и Супрунюк были идентифицированы с видео убийства и задержаны 24 июля 2007 года. Преступники указали и на третьего участника банды, Александра Ганжу, который, в свою очередь, сделал попытку избавиться от краденных телефонов, спустив их в унитаз, однако следователям их потом удалось найти. Виктор Саенко, Игорь Супрунюк и Александр Ганжа были обвинены в 29 нападениях, 21 из которых закончилось убийствами, а 8 жертвам удалось выжить. Супрунюка обвинили в 27 случаях, включая 21 убийство, 8 вооруженных ограблений и 1 случай живодерства. Саенко обвинили в 25 случаях, включая 18 убийств, 5 ограблений и 1 живодерство. Ганжа был обвинен в двух случаях вооруженного ограбления. Уликами послужили следы крови на вещах подозреваемых и видеозаписи убийств. Отец подозреваемого, Игорь Саенко, настаивал, что убийцами на видео не являются подозреваемые, и само видео – это монтаж. Но экспертиза доказала обратное. Сразу после задержания была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала всех троих обвиняемых вменяемыми и отдающими себе отчет в совершении всех преступлений. Обвинение просило пожизненное заключение Игорю Супрунюку и Виктору Саенко и 15 лет Александру Ганже. Ходили даже слухи об отмене моратория на смертную казнь до того чудовищными были их преступления. Супрунюк вел себя спокойно, учитывая, что у его отца дорогой адвокат, а вот Саенко заметно нервничал. Сначала все задержанные сознались в совершении преступлений. Однако после предъявления окончательного обвинения Супрунюк отказался от признания и начал утверждать, что признание было выбито из него силой. «Мне на голову надевали пакет и заставляли писать под диктовку признания», заявил Супрунюк. «Ни о каком видео с убийствами я ничего не знаю. На компьютере хранил только порно». Саенко и Супрунюк либо сознавались, либо не сознавались в разных преступлениях, скорее всего, они просто тянули время. За время расследования было произведено множество допросов. В здании, которое являлось штабом убийц, был изъят молоток с многочисленными следами крови и видеофайл из компьютера. Следствие имело достаточно материалов и видеосъемки самих преступников, чтобы добиться обвинительного приговора. Судебный процесс начался в июне 2008 года. По делу проходили около 50 потерпевших. В последнем слове Александр Ганжа заявил, «Если бы я знал, на какие зверства способны эти люди, я бы к ним на пушечный выстрел не подошел». 11 февраля 2009 года Супрунюк и Саенко были приговорены к пожизненному заключению. Александр Ганжа, единственный, который полностью признавал свою вину и раскаялся, был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Саенко и Супрунюк, несмотря на обвинительный приговор, продолжали отрицать свою вину. А их родители обжаловали решение суда сначала в Днепропетровском апелляционном суде, который 15 августа 2009 года оставил приговор без изменений. Позже приговор был обжалован и в Верховном суде Украины, который 24 ноября 2009 года поддержал решение судов нижней инстанции о пожизненном заключении Супрунюка и Саенко. Третий подсудимый Ганжа свой приговор, 9 лет лишения свободы, не оспаривал. После освобождения Александр Ганжа женился. В браке у него родились дети. Он отказывается общаться с журналистами и показывать свое лицо. Соседи знают, за что он сидел. Но, по их мнению, Ганжа исправился. По неофициальной информации, Игорь Супрунюк отбывает наказание в Днепропетровском СИЗО, в блоке для пожизненно осужденных, где, по слухам, суровые условия содержания. Виктор Саенко был помещен в тюрьму в Кривом Роге. Там он переписывался с девушкой. Но она бросила его, узнав, за что тот сидит. Родители Игоря Супрунюка и Виктора Саенко планировали оспаривать приговор в Европейском суде по правам человека, утверждая, что дело сфабриковано. Но этого не произошло. 5 апреля 2011 года в Иркутске были арестованы 18-летние Артем Ануфриев и Никита Лыткин, известные как иркутские молоточники. В период с ноября 2010 по апрель 2011 года они совершили 15 нападений в Иркутском Академгородке, в том числе 6 убийств. Во время следствия выяснилось, что Ануфриев и Лыткин подражали многим серийным убийцам, включая днепропетровских маньяков. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!